Здравствуйте. Если лажа суждено произойти, она произойдет непременно. Предлагаю Сергею Корабельникову написать этот лозунг прямо на стене своего рабочего кабинета, напротив стола, за которым он принимает сомнительные решения. Для чего это ему? А я скажу. Уфас пресекло попытку нашего скандально-доблестного Гуптра и его вождя Сергея Корабельникова по-быстренькому распихать казенные деньги среди своих СМИ. Эти въедливые антимонопольщики установили, что некоторые условия многомиллионных тендеров, организованных вождем Корабельниковым и его племенем, противоречат закону. В этих тендерах вообще масса любопытного. Вот кто ответит? На какой хрен областному правительству нужно забашлять СМИ, у которого корреспондентская сеть раскинулась аж на 70 стран мира? И за это Корабельников готов отдать 1 миллион казенных денег? И это непременное требование Сергея Александровича. Вот вынь 70 стран и положи к его ногам. О каких таких успехах облправительства Корабельников собирается рассказывать в Код-де-Вуаре или Папуа Новой Гвинеи? Может, там у него родня живет? А может, Корабельников собирается ошеломить происходящим в Омской области Канаду с Америкой? Я ничего не понимаю. А может, Виктор Назаров вознамерился распространить свое влияние практически на весь мир через такое всеохватное СМИ? А может, Корабельников что-то такое знает, о чем непременно нужно поведать всему человечеству? Но тогда миллиона мало. На этом чудеса тендеров а-ля Корабельников не заканчиваются. Он готов заплатить еще один миллион наших с вами рублей некоему СМИ, у которого есть возможность рассказывать о деятельности омского правительства на новостных сайтах других регионов. Это, конечно, скромнее, чем 70 стран, но тоже нахрен. Зачем в других регионах новости от наших областных чиновников? И таких ляпов в тендерах Корабельникова масса. А вот теперь пришло время для версий. Итак, версия номер один. Областной Гуптр и его вождь Дон Корабельников просто не знают, куда рассовать бюджетные деньги и сотрудничество с какими СМИ действительно нужно областной власти. Вот и придумывают условия из 70 стран или собираются вещать на весь федеральный округ. Тогда можно предположить, что это элементарное, нецелевое расходование казенных денег. А вот и похуже. На всех этих конкурсах и тендерах будут разыгрываться 33 миллиона 250 тысяч и 10 наших с вами рублей. Уже давно не тайно, что мы, Омская область, безнадежный должник. И в этой связи мы к расходам должны относиться очень трепетно. И решение УФАС по отмене тендеров имени Корабельникова вполне может заинтересовать правоохранителей на предмет коррупциогенности. Я, разумеется, далек от того, чтобы вот так огульно искать в действиях Корабельникова недобрый умысел. Так стоит ли ему такими непродуманными тендерами возбуждать к своей персоне скандальный интерес? Он ведь все-таки в команде губернатора, а Виктор Назаров, и это хорошо, слывет честным человеком. Но выводы, как всегда, за вами. Увидимся в среду. Не хворайте, а то благодаря Корабельникову об этом могут узнать в 70 странах мира.